Так, коллеги, всем добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашей пресс-конференции, приуроченной к национальному празднику Итальянской Республики. Тема мероприятия – политическое, торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие между Республикой Беларусь и Итальянской Республикой на современном этапе. Пресс-конференцию дает чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в нашей стране господин Марио Бальзи. Коллеги, для начала господин посол выступит с небольшим приветственным словом, затем традиционно перейдем к вашим вопросам. Господин посол, слово вам. Спасибо за эту introduцию, я очень рада быть здесь. Спасибо за это вступительное слово. Я рада находиться здесь. Я работаю посол в Минске немного более года. За свою уже довольно продолжительную карьеру я работал консулом Германии. Я работал потом в посольстве Италии в Асмаре в Асмаре в Асмаре. Я работал в Асмаре в Асмаре в Асмаре в Асмаре в Асмаре. Странам, которые пострадали от природных катаклизмов либо от военных конфликтов. У меня за спиной 28 лет дипломатической карьеры. Я всегда говорю, что если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я прошел бы тот же путь и снова бы участвовал в конкурсе дипломатов. И опять же, если бы мне предоставили возможность вернуться назад, я опять бы согласился приехать в Минск, потому что чувствую себя здесь хорошо. Поэтому благодарю еще раз за интерес к Италии, за интерес к моей стране. И я готов ответить на ваши вопросы. Так, коллеги, переходим к вашим вопросам. Напоминаю о необходимости представляться, задавая вопрос, и не забывать включать микрофон на ваших рабочих местах. Так? Вопрос? Как вы, в принципе, можете оценивать нынешний уровень политических и экономических отношений между Белоруссией и Италией, и в чем мы могли бы еще развиваться дальше? Как вы, в принципе, оценивать нынешний уровень политических отношений между Италией и Белоруссией, Белоруссией, и в принципе, оценивать нынешний уровень политических отношений между нашими странами. Я веду речь о капитале дружбы, уважения, взаимного... Амисия, reciproко респетто, взаимного уважения, что начало начать на капитале, сразу же после чернобыльской аварии, и привело к тому, что за эти более 30 лет, прошедших с момента катастрофы, около полумиллиона белорусских детей посетили Италию по линии оздоровления. Эти дети сегодня выросли, они уже взрослые, они сегодня предприниматели, политики, артисты, но хранят в своем сердце Италию, знают и говорят на итальянском языке, и в зависимости от того, где они находятся в данный момент, они являются либо послами Италии в Белоруссии, либо послами Белоруссии в Италии. Я, как уже сказала, эти отношения являются сердцем нашего двустороннего партнерства, потому что они не зависят от смены правительства, не зависят от объема товарооборота, либо от еще каких-то других факторов. Объясненно, к этим гуманитарным отношениям следует добавить и экономическое партнерство, для нас очень важное. В 2018 году наш торгово-экономический оборот достиг 800 миллионов евро. Сейчас он находится в стадии роста, и мы надеемся в 2020 году преодолеть рубеж в миллиарды евро. Коллеги, продолжаю. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопросы мадаманды. Бонжорно, господин посол. Скажите, пожалуйста, вот после того, как наши дети оздоравливались в Италии, в том числе вот моя старшая дочь, например, очень была такая большая тенденция, итальянцы хотели посмотреть, как живут здесь дети в Белоруссии, и они приезжали в большом количестве в Белоруссии, из Италии. Сохранилась ли, на ваш взгляд, эта тенденция, или этот интерес упал, что ли? Интерес остается, потому что это очень сильные человеческие отношения. Исторично, что в Италии у нас случился и продолжается очень серьезный экономический кризис, поэтому цифры, которые характеризуют эти явления, уже не такие высокие, как в 90-е годы. Учитывайте также, что итальянские семьи, которые приглашают к себе белорусского ребенка, не получают никакой поддержки со стороны итальянского правительства. Это выборы, основанные на чистой солидарности. Но это понятно, что когда кризис экономика колпит на семье, это, наверное, тоже это программа. Но понятно, что если экономическая кризис затрагивает какую-то семью, он затрагивает эти программы. И потом нужно отметить следующие положительные, что в целом ситуация в Белоруссии улучшилась. И это тоже влияет на то, что эти программы уже не охватывают такое большое количество людей, как в прошлом. Использую вас, чтобы напомнить еще одну очень важную сторону гуманитарного сотрудничества, в Италии единственная страна, которая с Белоруссией подписана соглашение об усыновлении. В 2018 году около 130 белорусских детей и сирот нашли новую семью в Италии. Это дети, которые часто имеют проблемы психофизического развития. Поэтому, так сказать, и щедрость, и широта души тех итальянских детей, которые усыновляют этих детей, еще больше. В многих странах, во многих реальностях, инвалидность, какие-то дефекты психофизического развития, еще считаются каким-то пастыдным клеймом. Как будто бы в этом есть вина родителей. Мену мало, что есть семьи итальянские, которые, вновь, acceptают адаптировать ребенка. Но, слава Богу, есть определенные итальянские семьи, которые соглашаются на усыновление такого ребенка. И, так сказать, превратить вот эту слабость, этот дефект, возможность взаимного душевного обогащения. Мы очень рады этими семьями, которые демонстрируют сторону солидарности и широты души принятия итальянского народа. Мы благодарим белорусскому правительству за то доверие, которое оно оказывает Италии и итальянским семьям. Потому что они доверяют нам самое дорогое, самое ценное, что есть детей. И мы будем делать все, чтобы эти программы, чтобы эти возможности усыновления оставались, осуществляя необходимый контроль и уделяя необходимое внимание такому деликатному вопросу. У меня еще один есть вопрос, касающийся туризма. Вот, как правило, наши жители Беларуси после посещения Италии говорят, о, белая Италия. А можете ли вы сказать, что Беларусь белисима, белая? Что вы видели интересного в Беларуси? И что вас поразило больше всего? Что вам нравится здесь? Ну да, тут можно обыграть, поскольку на итальянском «белла», а здесь у нас «беларусь», «беларусь». В прошлом году и уже в начале этого года я очень много ездил, посетил самые основные города. Мне очень нравится страна. У нее есть все возможности для того, чтобы стать туристически развитой страной. Люди, иностранцы, ищут чистую природную среду, незагрязненную природу, гостеприимный народ. И поэтому человек, который заинтересован в познании мира, должен приехать и познакомиться с Беларусью. Это страна безопасная, с хорошим уровнем инфраструктуры, дороги хорошие, даже несмотря на то, что не все говорят по-английски, по крайней мере, прилагают усилия, чтобы объясниться, и очень большое гостеприимство в отношении иностранцев. Поэтому я призываю итальянских граждан приезжать, посещать Беларусь. И тот факт, что для краткосрочных визитов им не нужна виза, является огромным преимуществом. Как говорят русские пословицы. Поэтому я всегда говорю нашим итальянцам приезжать сюда и знакомиться со страной. И итальянцы находятся на третьем месте как туристы после поляков и немцев. Плюс 10.000 итальянцы посещали Беларусь с момента введения безвизового режима около 10.000 итальянцев посетили Беларусь. И я думаю, что они тоже сыграют роль послов Беларусь в Италии, потому что когда приедут туда расскажут друзьям, что здесь хорошо. А вы должны гордиться тем, что живете в такой чистой, гостеприимной стране. Мы гордимся. Грация, мультиграта. Спасибо. Коллеги, следующий вопрос, пожалуйста. Беларусь сегодня. Вопрос у меня такой. Вы говорили, что к 2020 году возможен товарооборот в миллиард евро. Скажите, ну в чем вы видите перспективные сферы сотрудничества в экономике? Сферы сотрудничества в том числе Беларусь в том числе Беларусь, в том числе Беларусь, итальянский экспорт знаменит своими трима «ф» английскими. Food, fashion and furniture. Ну, еда, fashion, industria и мебель. Еда, мода и мебель, можно сказать. Беларусь тоже эти сферы. Наши отношения наиболее развиты, они являются пилястрами торгового оборота. Но есть еще одна очень перспективная область, это область возобновляемой энергии зеленой экономики. То есть использование современных материалов в строительстве, которые позволяют затем экономить энергозатраты. Производство, чистые производства энергии. Инжесия, производства, область, продукты, область, область, область. Производство, область, 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 область и получение энергии основанной на этих процессах. Италия очень сильная в производстве оборудования для производства станков или для производства упаковки. Итальянский народ, обладая талантом сходным с талантом белорусского народа, им тоже нравится что-то ремонтировать, работать руками. И это справедливо в отношении промышленного производства. Мне говорили, что Белоруссия называлась сборочным цехом Советского Союза. Италья тоже была и остается огромным сборочным цехом. У нас нет богатых природных ресурсов, нефти, а газа. Поэтому мы должны создавать свое богатство, которое, к сожалению, мы не можем взять из земли. Как вы знаете, Белоруссия производит пармезан по итальянским рецептам, моцарелла и многие другие продукты. Поэтому развитие экономических отношений между Италией и Белоруссией будет развиваться в этом направлении. То есть традиционные области, возобновляемая энергия производства станков и оборудования. Время прошла эта церемония, потому что... Время прошла эта церемония. Потому что, как вы знаете, в Риме располагается... Находится международный Олимпийский комитет. И этот огонь вынесли из Рима и затем подняли в горы, в Альпы, в Курмайор. И затем начался этот путь, в Австрию, из Италии в Австрию, из Австрии в Республику, Польшу и затем сейчас в Белоруссии. Ну, в общем, это можно сравнивать с путем, который проделал Францис Карина, только наоборот. И европейские игры это очень важная ветрина международная и очень важный объект внимания. Потому что, благодаря присутствию международных масс-медиа, весь мир может убедиться в том, что Белоруссия это европейская страна. Где есть современные строительные сооружения. Поезди, динамико, модерно. Динамическая, современная страна. И, поэтому, мы очень рады, что Минск осуществит эти игры. Поэтому очень счастливо, что Минск будет принимать эти игры. Я сам понесу факел с олимпийским огнем здесь, в Минске, на протяжении одного километра. И, по-динамико, за несколько дней до открытия. И, по-динамико, 24 июня, в фан-зоне, пройдет день посвященный Италии. У нас будет выступать прекрасная итальянская группа. У нас будет фольклорная группа, которая из Тосканы, которая показывает шоу с флагами. Потом у нас будет уличный театр, выставка фотографий. Ну, в общем, в этот день фан-зона будет украшена итальянским триколором. Спасибо. Коллеги, остались еще у кого вопросы? Есть еще одна тяга? Какая перспектива политических отношений? Какая постельная фраза была, стрима, что ли сейчас и в отношении другой, и на фральтах Беларуси. Р Demа-Закова, с фральтами? Да, и, по-динамико, это практические отношения. Политические отношения тоже переживают, перезапуска. В феврале премьер-министр Румас посетил Рим с правительственной делегацией. 25 июня в Риме состоится заседание межправительственной экономической комиссии. На данный момент это самый высший межправительственный орган, координирующий нашу деятельность. Политические отношения развиваются, продолжается диалог как на двустороннем уровне, так и на уровне Европейского Союза в рамках ОБСЕ. Мы радуем за укрепление отношений между Белоруссией и Европейским Союзом. Чем больше будет диалога, чем больше граждан Евросоюза будет приезжать в Белоруссию и наоборот, тем больше будет у нас возможности для того чтобы вместе растить. Поэтому я надеюсь, что соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и Европейским Союзом будет подписано скоро. Это очень важное соглашение. Во-первых, белорусским гражданам станет проще получить европейскую визу. Стоит она будет меньше, стоит будет 35 евро, в то время как сейчас 60. Белоруссия является союзником Европейского Союза в борьбе с организованной преступностью, с нелегальной миграцией, с терроризмом. С исламским фундаментализмом. С tutte эти вопросы, Белоруссия является частью решения проблем, но никогда сама не является проблемой. И это должно быть ключом определяющим подход Европейского Союза к Белоруссии. Не опасения, не взгляд назад, а взгляд в будущее с надеждой и верой в нашу молодежь. Белоруссия является союзником Европейского Союза. Для нас Белоруссия важна не только как двусторонних отношений, но и как партнер в огромной экономической системе. И поэтому итальянские предприниматели, которые рассматривают белорусский рынок, рассматривают в первую очередь как ворота к более широкому рынку, из двухсот миллионов человек, которые входят в Россию, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Ла унионе экономика евроазиатика. То есть Евразийский экономический союз. Кроме того, для наших предпринимателей Белоруссия является огромным логистическим хабом по линии Запад-Восток, Великий Шелковый Путь. Сейчас используется термин «Пояс, один путь». Но нам очень нравятся старые названия «Великого Шелкового Пути», которые напоминают нам о Марко Полу. И Белоруссия находится в центрально-восточной части этого пути, который соединяет Европу с Азией. У нас есть большие порты, особенно на северо-востоке, в Великого Шелкового Пути, в Великого Шелкового Пути. Мы маленькая страна, но через нашу страну все равно приходится... Да, поэтому если мы, как это если бы был небольшой сад, то есть если мы его закроем больше никто не выйдет. И вторая часть вопроса. Еще раз? Между регионами. А, в другую часть вопроса. Коллаборация между регионами. Вы имеете в виду между регионами Италии и Белоруссия? А, да. Да, Италия и Белоруссия. Да, Италия и Белоруссия. Италия, это очень разнообразная страна, где города и области играют большую роль. У нас 20 областей, которые имеют большую полномочию. Что касается сотрудничества в области здравоохранения, туризма, гуманитарных отношений. Очень много итальянских областей, которые уже сотрудничают с областями и городами Белоруссии. Эмилия Романия, это самая активная область, то есть со столицы в Болонии. И вот именно она проявляет очень большую активность в проектах солидарности, о которых мы говорили ранее. Но также Сардиния очень активна, особенно в культурной области. И мы поощряем это межрегиональное сотрудничество. Италия является признанным лидером в мире по агротуризму. Но в последнее время Беларусь начала наступать активно на пятки Италии. И скажите, пожалуйста, была ли у вас такая возможность посетить белорусские агроусадьбы, что-нибудь там увидеть интересное для себя? Да, я видел, должен сказать, что агротуризм, экотуризм, это область, отрасль будущего. Особенно для такой страны как Беларусь, где нет ни моря, ни горы, именно экотуризм должен стать точкой притяжения вместе с агротуризмом и искусством. Люди ищут естественных, натуральных вкусов, то есть люди хотят хорошо поесть и поесть чистую еду, покататься на лошадях, на велосипеде, поплавать по рекам, показать своим детям зверей, животных, как они живут, на свободе, не только в зоопарках, но и видеть, как она работает в зоопарках, может быть банально, но для детей нужно показать, что ладони делают ладони, что не покупают в супермаркете, то есть, покупают после того, что... И, кроме того, показать, как вообще работает, даже с точки зрения сельского хозяйства, то есть дети должны знать, что молоко получают от коровы, а также прививать им понимание такого понятия, как нулевой километр, то есть то, что нужно пользоваться и потреблять продукты, которые растут в твоей местности и производятся. Это не только в будущем туризма, это и в будущем всего мира. Потому что, как вы знаете, мы потребляем очень много природных богатств, сильно загрязняем землю, и поэтому мы должны вернуться назад. И Белоруссия здесь находится в авангарде, потому что уважение к окружающей среде является одной из ее сильных сторон. Как человек, который много путешествовал, могу вам сказать, что в мире мало таких чистых стран, как Белоруссия. Но в этом как раз заключается и ответственность в сохранении подобной ситуации. И это касается также экономического аспекта. То есть для привлечения туристов и инвестиций. И все же какую-нибудь усадьбу господин посол посетил. Мои не ночевали, не отдыхали непосредственно в усадьбах, но я видел небольшие сельскохозяйственные предприятия, предприятия агротуризма. Но еще и потому, что у меня дети уже большие, в общем, животных-то показывать. Но для семьи, которая хочет провести где-то выходные с детьми на природе, агротуризм, это идеально. Это вкусно или нет? Да, да, мне нравится белорусская. Очень разнообразная, вкусная. Мне нравится. Спасибо, все еще впереди. Спасибо, grazie. Коллеги, остались ли еще у кого-то вопросы? Если вопросов больше нет, в таком случае мне остается лишь поблагодарить, господин посол, за то, что откликнулись на наши приглашения. И поздравить с вашим наступающим праздником. До свидания. Спасибо вам за терпение.